Приветствую всех и каждого! Ничто так не поднимает настроение, как забаненный читер, и сегодня вы увидите результат, что сначала ты ловишь непорядочного человека, а потом получаешь катку на 30 плюс фрагов. Вот такая закономерность. Ну и друзья, я уверен, что будет интересно, поэтому располагайтесь поудобней, приготовьте вкусняшки, просто напоминаю про лайки и комментарии, они очень помогают. Ну и совсем маленькая рекламка, и мы погнали. Ну а спонсором данного видео является компания 1Х. Если вы увлекаетесь спортом и киберспортом, и хотите подогреть свой интерес при просмотре матчей, то вам именно к этим ребятам. А по промокоду ИРАКЕС вы сможете получить бонусом аж до 32,5 тысяч рублей. Просто представьте. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Всем удачи и спасибо. На экране Левиния. Один из самых известных, если не самый, игрок в PUBG Mobile. У него больше всех подписчиков на ютубе. Уже там сколько? 11-12 миллионов. Я уже цифры таких есть, честно не знаю. И вот он, он поймал читака. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Ну, то есть просто прыгнул на конты, и от киса чела как-то непонятно. Ну да, здесь уже сразу-сразу видно, что пацанчик стреляет так, как ему хочется, все летит в соперника. При этом он знает местоположение каждого врага, который только есть. Ну, очередная ванга из говна. Но, тем не менее, да, вот Левиния сразу его прохавал, просек. Вот полетели Ноки от него же на фулл-карту. Но очевидно, что это читер. Тут как бы без вопросов. Уже паук же поед за ним выехал. Скоро очень будет банк. Кстати, теперь вышел новый закон от администраторов PUBG Mobile, если вы не слышали. Вот буквально на днях они его выпустили. Теперь каждый читер, кого банят, к нему приезжают домой и ссут ему на лицо. Да, еще там сделана целая специальная группа. Меня приглашали, я отказался. Ну, пока что много дел все-таки. Но если стану чуть посвободнее, то можно, в принципе, да, поучаствовать. Вот, и там действительно приезжают люди и прям нормально так накидывают. Так что вот этому пацанчику очень скоро нужно ждать к себе гостей. Ну и вот он бегает, кайфует, радуется. Что все у него весело, что все у него хорошо. Что вот он всех убивает. Ну как всех, 6 фрагов сделал. Как бы очень жесткий результат. Прям невероятнейший. Вообще никогда мы такого не видели. И вот рекорд, я бы сказал, да. Чемпионский. Ну что-то как-то он стреляет в стены, за камни. Вроде ноги есть, а фраги что-то не особо прибавляются. То есть вот здесь уже 8. Ну, как бы тоже не впечатляет, если честно. Я понимаю все, но... Почему так мало? Чувак, у тебя АИМ стопроцентный. У тебя ВХ. И типа ты не можешь убить чуваков. Ну серьезно. Ну конечно, это шок. Гляньте, он даже на полкарты стреляет. Он стреляет на полкарты. И при этом уже полсервера сдохло. А у него обычный результат по фрагам. Ну я бы даже сказал, типа небольшой. То есть из всех чуваков, что мы смотрим, там уже к тому моменту можно 20-ку настрелять. Так это честные люди, которые играют нормально. А здесь парень на полкарты стреляет и 12 убить. Серьезно. Было бы круто, если бы его сбили. Кстати, я не удивлюсь, если он проиграет. Обычно таких чуваков ближе к лейту там как-нибудь сносят. По-разному. Либо просто количеством давят. Либо гранатка какая-нибудь. Вот мы видели, что сейчас он даже особо от тачки еле увернулся. Поэтому не удивлюсь, если будет что-то подобное. Ну, сейчас, впрочем, глянем. Сел на баги. Жалко, что не на тот самый стул. Где нигде пики точеные. Но на нем он вполне вероятно, что прямо сейчас и сидит. Поэтому дело такое. Стреляет по сопернику, которого не видно. Ну, который за текстурой. Не знаю, зачем он по нему стреляет. Просто тратит патроны. Забавно, что у него прицел, короче, уходит вверх. А пули все равно летят туда, куда нужно. То есть какая-то странная темка. О, здесь он пытается. Смотрите. Короче, читер пытается контролировать отдачу. Либо у него не работает читер. У него отлетел. У него слетел софт. Лень. Вот это кайф. Вот это приятно. Не знаю, что-то походу сломалось. Что-то не сработало. Ну, естественно, Левиния кинул ему репорты. Поскольку он партнер PUBG Mobile. К этим репортам отнесутся чуть более так заметно, скажем. И, понятное дело, что его забанят этого парня довольно-таки быстро. Если хотите, можете попытаться прочекать вроде как его ID. Там было в начале видоса. Я не помню, было, нет? Вот так вот, друзья мои. Минус читер. Ну и теперь погнали в следующую катку. После такого, естественно, сразу же плюс мораль. И приятные такие эмоции. Или Виня заряженный так максимально. Опять же прыгнул туда же, на контейнеры. Надеюсь, что молния два раза в одно и то же место не бьет. И что здесь уже читера не будет. Ну, посмотрим, так ли это на самом деле. Нашел. Ага, подождите. Это, да, новая Акашечка. Такой накидывает очень-очень больно. И со второго АКМа добивает соперника. Что-то, ля, трусится, дергается. Вообще такой весь из себя. Прям, ну, видно, заряженный, знаете, так максимально вообще разгорячился. И это, кстати, круто. Настрой. Вот, вот, очень многие недооценивают эту темку. Но настрой очень решает. Очень жестко вообще. Вот серьезно. Вот то, как вы настроились на катку, во многом будет зависеть от ее успеха. Здесь добивает еще одного игрока. Второго тоже сейчас будем что-то как-то с ним придумывать. Единственное, что патроны закончились на крутом АКМе. Но есть теперь на обычном. Да, вот, хедшоты в башку не стреляй. Ну, что ты. Скорпиончика добил. Бедный скорпиончик. Братишка. Ой-ой-ой-ой-ой. Просаживают по ХП. Не, нормально. Все хорошо. Можно пока передохнуть. Это, глянь, это Криса. Криса сверху. Две башки сразу же идеальными тапами. Ты что творишь? Алло, братан. Э, проверьте теперь его на четыре. Что он? Как-то заразился от предыдущего софтера или каково? Не, ну очень хорошо настрелял. Прям три пули, два из них хедшота. Бедный враг. Я уверен, он кинул репорт. Ну, это... Это прям было мощно. Ну, окей. Как скажешь, как скажешь, Левиния. Хорошо, прям накидал. Красавчик. Не могу услышать никого. Не знаю, есть кто-то, нет. Я лично не вижу. Ага, вот он. Лё, выбегает. Что за терминатор? Огромнейшее количество патронов. У него вылетело при этом ни одного попадания. Ну, точнее, не нока. Попадания-то были. Вот. Но похоже, что он был фулл Т3. Еще с какими-то дополнительными жизнями. Еще чем-то, не знаю. Левиния, кстати, что-то много куэшится здесь. На него особо не похоже. Но вот решил как-то, знаете, так более профессионально отнестись к делу и дергаться, двигаться. Ну, такое, если честно. Не сказал бы, что это прям суперэффективно. Но выглядит прикольно. Здесь добивает одного, второго я не успел увидеть. Нокнул, не нокнул. Надеюсь, что да. Чтобы было плюс еще один фраг. Было бы, конечно, отлично. Ну и уехал с контов с десяткой. Вот, вот, обратите внимание. 43 лайф. И абсолютно такой же результат, как у предыдущего читера. То есть, вот насколько, вот вы представьте, насколько читеры никчемные. Что вот они с софтом, который стреляет на полкарты, который убивает все вообще, что только можно видеть. И при этом они всех соперников видят. У них все подсвечивается. И при этих всех совокупностях, читаки делают такой же результат, как более-менее хороший игрок. То есть, Левини, он же, ну, не прям супер профессионал. Он, ну, хороший, конечно же, игрок. Но не чемпион мира, как парабой, например. Так что, блин, ну я, конечно, немножечко в шоке. Слышит соперника перед собой. Видно ножки на миникарте. Левини пытается поймать его гранаткой. Пока что не получается. Соперник убегает, пытается подресать своего. Может быть, даже сейчас и подресает. Но у Левини есть молотов. А ну давай. Было бы забавно, конечно, если бы он сейчас кинул его в карниз. И сам себя поджег. Но благо этого не произошло. Здесь еще пытается поймать. Ой-ой-ой-ой-ой. Пулей просто крученой дал по этому парняге. И забирает себе 11 убийство. Хорош, хорош. Еще кого-то слышно. Плюс еще один внизу есть. Кстати, звуки в Левини настроены не прям, чтобы очень хорошо. Я вот, например, соперников не слышу у него в наушниках. Вот. Не знаю, может быть, он, конечно, как-то их более качественно слышит. Может, у меня там какие-то отдельные частоты настроены. Или еще какая-то темка. Я не в курсе. Но мне вот, например, не слышно. Я только по миникарте вижу. Ну. Окей. Главное, чтобы он их знал, видел. Соперник забегает в спину. Это не тот. А вот с этим что-то какие-то проблемы. А что такое? Слышно? Давай выйдем один на один. Ну что ты? Что ты зассал? Все, Левини, короче, пошел его рашить. Забегает, садится в угол. Говорит, чай я тебя накажу. Пока, правда, не наказывает. Но это хорошо. Выходит, а перезарядки ловит. АМГ босса. Нихера себе. Это босс Мерседесов, друзья мои. Представляете? Вот это да. Вот это жестко. Надеюсь, что он Левини подарит Мерседес за это. Такой чисто, знаете, по респекту. Переиграл его. Ну, держи Мерс какой-нибудь. Ну, такой, естественно, не самый дорогой. Ну, средненький. Не как у Таказа, понятное дело. Ну, такой обычный. Обычный Мерседес. Так, ну, хорошо. Где еще один соперник? Что-то эта станция Ресалки очень популярная. Левиния здесь решил немножко покрысить. Такой говорит, а что? Что бы нет? Не знаю. Осуждаем мы это или не очень. Ну, и тут вот два соперника выбегают в поле, говорят, так, а что это тут? Раздают люлей, да? Давай, я возьму. Что бы не взять, если раздают. Согласен. В принципе. Тут еще один. Что-то стало модно в последнее время сидеть в багги и кайфовать. В предыдущем видосе у меня умунно такая была темка. Сейчас вот что-то пацанчики просто приезжают куда-то и на багги сидит. Его типа не видно или что? На него никто не обращает внимания, и он сидит там дальше. Или мама кушать позвала, например. При этом еще Собчак там кто-то настреливал. Левиния вроде как готов. Но... Что-то ребята перестали воевать. Во, не-не-не, пошли снова выстрелы. Хорошо. На верхнем этаже... О, сразу двое! Ля, нужно валить! Беги, Левиния! Давай! Не, все нормально. Уехал оттуда, ни одной пули даже не получил. И можно самому теперь как-то наверх залезть и этих же пацанчиков раскидать там в окошечко. Но надо быть осторожным. По-моему, как раз именно в этом здании кто-то и был. Опа, к нему подбегают. Неприятный движ. Первого ловит. Подожди. Давай, давай! Не справляется со стрельбой! Нет, справился. Хорошо. Все работает, друзья мои. Один ног есть, уже будет как-то полегче. Монетки еще подобрал под деревом. Здесь на него второй выбегает. Как же про... Вообще просто! Как же плохо он на него вышел! Как же он выбежал некачественно! Ну и, естественно, был за это наказан. 18 фрагов уже есть. 20 лайф, то есть 30-ка более чем намечается такая прям, ну, хорошая, качественная. И, естественно, приехал на починку. Еще одного раскатывает. Ну, глянь, нет! Сам получает очень больно. Левиня понял, что этот файт не вывозит. Отбежал. Ничего там плохого нет. Тактическое отступление никто не отменял. Не засал. А... Сделал все так, как надо. Ну и да, и вот сейчас съест большую аптеку. А у соперника, скорее всего, ее нет. И после этого побежит вперед. Ой-ой-ой, еще и в спину к нему пытаются заехать. Но не труд-то было. Левиня моментально реагирует. И 7-416 забирает каждого из игроков. Сразу же минус 2. Туда можно молоток кинуть, чтобы еще одного добить. Не-не-не, вот он, он ползает. Ну давай. Ну ты же видишь! Ты же видишь, как он ползет! Хорош! Еще двадцаточка! Все, отлично. Двадцатый фраг есть. Ну и про правого не стоит забывать, естественно. Так, плюс гроза. И плюс увеличенный магазин для эмки. Пул Т3 себе обновил. Все, амуниция у Левиния прям... Вообще максимально топовая. Лучше уже и не придумаешь. Замечает игрока перед собой. Идит пока, жрет. Жидает. Говорит, ты давай это там. Вылазь. Ну что ты не вылазишь? Сейчас загревает гранатку. Нужно быстро кинуть. Ну уже, по-моему, не успел. А не успел. Хорошо. И слева. Да, да, да. Вот там на лестнице. Наверх. Хорошо. Успеет ли залететь? Нет, нет, нет. Перегрел. Передержал. Еще одна. Давай! Ну что это такое? Ладно, придется руками по старинке. Или можно купить еще гранату? Да, нет. Что, гроза есть? В принципе, фулл ХП, фулл Т3. Что бы не выйти, не раскидать этого пацанчика. Тем более, вот он, он вылазит, но в спину. Начинает настреливать. Львиня прячется. Засуетился. Не знает, куда ему двигаться. Не знает, как ему отсесть, отхилиться. Нет, все придумал. Нормально. По-хорошему бы бусты еще успеть скушать. Не знаю, будет ли он это делать. Да, да, да. Ест. Хорош, хорош. Кого-то услышал. Не, нормально все. Пока ситуация нормализовалась. Но. Соперники так же закидывают гранатами. Подожди. Нет, все нормально. Гранаты не попали. Никто не может понять, что ли, Виня вот тут вот в закуточке спрятався. Такой чисто сидит, говорит, а вот не найдешь меня. Понял, сука? И действительно не нашел. Так и было. Ну и вот надо бы с вот этим разобраться. Потому что парень справа явно мешает. Если ты будешь рашить этот дом, то он будет накидывать спину. Ливиня спалился. Его заметили. Гранатка нужна. Чего ты вот это вот сидишь тут? Либо байте как-то. Пытается попасть, но у человека торчит только маленькая часть пушки. Даже не головы. Еще граната летит. Ливиня вынужден мансить. Слушайте, напряженная ситуация. Нормальный такой склад ему попался. Прокидывает смок просто, чтобы испугать соперника. Просто, чтобы он убежал. Но враг не убегает. Слушайте, прям стальные яйца вот этого типа. Не среагировал на смок. Тем временем слева уже поджимают. Ливиня задерживается в бурурброде. Но пока все еще чувствует себя нормально. Все, первый ног есть, наконец-то. Хорошо, можно немножечко уже навязать свою игру. Как-то натрепать соперника. Потому что, естественно, сейчас уже будут пытаться поднять своего друга. За забором мы видели голову. Ливиня его чекает. Так, сквозь дверной проем. И слева кто-то еще, по идее, должен быть. Но он просто ждет. Он просто ждет, чтобы вот этот тип побежал через дорогу. Побежал резать своего тиммейта. Это правильная тактика. Это хорошо. Так и должно быть. Услышал слева. Дает префайр. Опять же думает, что сейчас кто-то побежит направо. Так и должно быть. Слышит его. Ловит, но не успел. Не успел нокнуть. Ничего страшного. Он разделил оппонентов. Так что здесь сейчас можно выйти на вот этого. Забрать одного. Второй есть ли здесь? Не знаю. Нужно было слушать. Но будем надеяться, что Ливиня это все как раз сделал. Добивает нокнутого. И за домом, по идее. Из-за забора уже вроде враг должен был убежать. За домом нокает первого. Дропшотит. Второй уже походу поднятый. И находит его в уголочке. Как ты его вот так вот раздобыл, нашел и понял? Я не знаю. Но на префайре очень круто вышел. Хороший файт. Вот это прям реально битва так нормальная. Не просто пару ботов закрыл, а действительно такой скват разыграл головой. И нормально так красиво накидал. Тем временем вот он. Настоящий победитель. А не, я хотел пошутить. Думал, что это бот. А тут реально соперник, который просто стоит и не двигается. Он максимально серьезный. Знаете, как Джейсон Стехом в боевиках. Он никуда не бежит, потому что уже везде успел. Просто стоит на тебя грозно, смотрит. И ты понимаешь, что тебе очень плохо. Что вряд ли ты переживешь этот день. Но Левиня пережил. Все хорошо. За фургоном находится еще один. Поджигает слева. Да надо было прям на фургон бросать. И Молотов бы как-то разошелся. И все было бы нормально. Зона поджимает обоих. Левиня прокидывает смоки. И справа еще Чилл. Ле, как ты подставился. Спасибо. А то с тобой было бы тяжело. Но и похоже, что это он и был. Похоже, что за фургоном оказывается никого-то и нет. 25 фрагов, друзья мои. Хорошо. 30-ка. Все ближе и ближе. Вот что значит читера забанил. Сразу такой боевой настрой. Сразу все идет. Сразу все летит. Здесь подъезжает на соперника. Видел змеючку. Что ты думаешь, спрятался что ли? Да я ничего не спрятался. Какой-то еще и смог выбросил как-то. Не знаю как. Но тут почему-то было написано. Ну и добивает змея. Это было легко. Даже, я думаю, не вспотел особо. Даже прям пальцы не напряг. У него гранатки подбирает. Плюс еще немного амуниции. И мы слышали справа стрельбу. Очевидно, что тут кто-то есть. Круг сейчас будет сжиматься. Притом я говорю про безопасную зону, естественно. А не про очко соперников. И враг подъезжает. Виктор Уайт. Главное, чтобы не Уолтер Уайт. Ну и хорошо. Здесь Левиня тут же его нокает. У него должны быть тиммейты. Прокидывает нижним броском гранату. Добивает именно руками уже. И будет ли подмога для Уолтера Уайта. Для Виктора. Прошу прощения. Сзади еще один бежит. Похож на бота. Добирает его Левиня. Как же быстро он стирает их. Вообще просто идеальнейший ДТК. Великолепнейший настреливает. Ну и держится молодцом пока. Зона сходится. И вот только сейчас за синькой подбегает тиммейт Виктора. Ну конечно же это ненадолго. Он и так был очень сильно косанный. Плюс понятное дело, что гроза на такой дистанции не отпустит совершенно. Ну и что же. 29 фрагов. Сейчас главное не умирать. Потому что если соперник окажется чуть более скилловый, чем ты думаешь. То можно отлететь на такой обидной цифре. А 29 не 30, как мы все прекрасно знаем. Но тем не менее. Здесь соперники уже воевали. Левиня подходит, добивает одного и второго. Тоже закрывает. 31 есть. Отлично. Просто практически мировой рекорд. Ну нет конечно. Но все равно очень жесткий результат конечно же тут. Без вопросов. На втором этаже еще были соперники. И вот второй этаж кстати очень тяжело рашить. Там с двух сторон могут сидеть пацанчики. Да, вот тут Левиня как раз прокидывает первую гранатку. Очень хорошо ее кинул. Прям отличнейшим образом. Вторую разогревает практически моментально. И под нее сейчас должен выйти. Нет? Нет, похоже просто сидит. Пока не агрессирует. Смотрите, сверх нормы. Аккуратненько все делает. Не вылазит на рожон. Так, прочекал, убежал. Прочекал, убежал. Хорошо. По нему начинают настреливать, не попадая ни единой пулей. Чувак выстреливает в фулл магазин. Но ничего. Нет. Я думал, что Левиня выйдет его ловить на перезарядке. Так, это что он кинул? Смачок, да? Ну смачок не страшно. А нет, Чучумбина. Чучумбина активировал. Он прямо там сейчас наверху вылезет. И будет давать по щам этому типу. Ле, смотри какой. Смотри, какой злой. Пошел его накидывать. Ле-ле-ле-ле-ле. Уже прямо на лицо ему садится. А их тут двое. Раз, два, пошли. Отлично. Все, минус еще одно до. И остается один в два. 35 фрагов, что ли, будет на этой катке? Ни хера себе. Что-то прям жестко для Левини. Он в последнее время такие результаты не показывал. Это прям очень круто. Свой же Чучумбин дал ему по щам. Слышь, ты че? Я тебя породил, я тебя и убью, говорит Левини. Ладно, просто вышел у него с дома. А, этот еще и так умеет. Да хорош, слышишь? Че такой агрессивный? Нет, 35 не будет. Тем временем один соперник там забрал другого в поле. Пока Левини слет. Тогору по щам получает. Успокойте кто-нибудь этого синего монстра. Ну и все. Замечает игрока с гиликом. Опять же должны сейчас идти в ход гранаты. Соперник что-то запутался. Он не понял, где Левини. Левини. Левини такой дерганный, говорит. Не поймаешь меня никак. Ест большую аптеку. Красавчик, кстати. Казалось бы, да? На таком малом недостатке хп. Но все равно ест. Правильно делают. Потому что последний файт. Че, ее с собой что ли забирать? А тут, если что, будет преимущество. Так, еще облутывает. Ищет гранаты. Гранаты только смоки. Сковородку можно кинуть. Просто, знаете, так типа напугать. Это иногда работает. Ну сейчас поглядим. Здесь прокидывает смок. Ищет соперника. А тот вообще лег в опен. Ну и понятное дело откисает. Топ-1. 34 убийства. Огромнейшее количество урона. Я надеюсь данный видос, друзья мои, вам понравился. Спасибо за просмотр. Как всегда желаю счастья, здоровья, добра. И всего вам самого наилучшего. Ну а следующее видео уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok